День Города 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 Делай так, чтобы люди оздоравливались, выходя в тот же двор, занимаясь спортом. Причем проводить время во дворе можно целой семьей, ведь, как известно, дети всегда следуют примеру старших. Очевидно, что если придут какие-то спортсмены, которые будут крутить различные элементы на турниках, детей это заинтересует чуть не меньше, чем какой-нибудь Супер Марио или Дудл Джамп. Также могу сказать, что когда мы в прошлом году запускали большой проект по воркауту по Рязани, мы обнаружили всего лишь четыре подходящие площадки для нашего воркаута, для проекта. Конечно, на полумиллионную Рязани это достаточно маленький показатель. Причем две из них нуждались в ремонте. Поэтому где смогли, в лесопарке и на чайке мы запустили. Шатки, погнутые турники, мусорка в резиновой шине. Все это не только вышло из строя за многие годы эксплуатации, но и устарело морально. А представители подрастающего поколения сегодня беззаботно играют во дворе – это будущее нашего города и страны. И создавая комфортную среду для них, подавая пример, все вместе мы создаем крепкое, здоровое общество. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Благоустроенный парк, отремонтированный мемориал Победы, детская музыкальная школа и дом детского творчества – все эти объекты в городе Кораблино были отремонтированы по национальной и региональной программам. Жители сами выбирали, что и как они хотели бы видеть. Осмотреть объекты приехал глава региона Николай Любимов. Лыжероллерная трасса – это второй этап благоустройства Березового парка в Кораблино. Общая стоимость работ больше 10 миллионов рублей. И почти вся сумма – деньги из федерального бюджета по федеральной программе создания комфортной городской среды. На первом этапе появились пешеходные дорожки, урны и скамейки. А также несколько площадок – детская, с тренажерами и место для воркаута. Но работы еще много. Достаточно большой, серьезный проект. Не каждый районный центр у нас может похвастаться таким проектом. Потому что стоимость его высока и много стоит сделать. Причем радует особенность, что до конца этого года. Встреча с кораблинцами прошла в этом самом Березовом парке. Самая острая тема – водоснабжение. Качество оставляет желать лучшего. Губернатор пообещал все исправить. Спросили его про проекты федеральные и региональные. Будут ли у них продолжения? Николай Любимов ответил утвердительно. В этом смысл. Чтобы люди сами решали, что им нужно. А в программе у нас ограничений практически нет. Вот решили дорогу или участок дороги сделать – значит дорогу. Решили водоснабжением заняться – значит водоснабжением. Решили парк установить, ограду, кладбище. Но это очень часто, кстати. Бывает, люди голосуют за новую ограду, либо за то, чтобы поправить старую. За все, что угодно. Вот в этом как раз и есть смысл. Следующая точка маршрута – детская муниципальная школа. Открыли ее в далеком 64-м. Сейчас в ней обучаются больше 100 детей. В 2020-м в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» провели капитальный ремонт на сумму 16,5 миллионов рублей. Новые музыкальные инструменты, мультимедийный комплекс в концертном зале – это только часть обновления музыкальной школы. Тут и новые полы, новенькая крыша, водоснабжение, отопление, свежие окна. Как говорит директор школы, дети довольны. Схожие изменения произошли и в Доме детского творчества. Одна интерактивная панель – это панель для детей, а вот здесь панель для педагогов. Здесь более отзывчивая. Когда две школы остались позади, можно сделать вывод, что федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» работает. Где-то года четыре назад о таком мечтать даже не приходилось, потому что все-таки культура финансировалась больше по остаточному принципу. Сейчас же по поручению президента реально делаются ремонты, строятся новые объекты, это и домотворчество, это художественные школы и музеи. Недавнее самое поручение президента было как раз выделить регионам дополнительные средства на ремонт и строительство музеев, местных именно музеев, не только крупных, но и местных музеев. Поэтому проект работает. Плюс ко всему появляются новые проекты, которые связаны так или иначе с туризмом. Это относится в прямой культуре. Главное не столько то, что проект работает, а тот факт, что он востребован людьми. Поэтому работа будет продолжена, добавил Николай Любимов. Сейчас Рязань вошла в Большое золотое кольцо России. И это тоже большой стимул к развитию региона. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Рязанская земля стала гостеприимной для участников Всероссийского фестиваля «Неба России». Его спортивная часть завершилась победой гостя из Красногорска. Чемпион получил Кубок страны по воздухоплавательному спорту. О том, как прошли спортивные полеты выходные, в чем секрет успеха победителя, и почему шары все еще продолжают летать, несмотря на окончание мероприятия в дневнике фестиваля. Каждый раз завершение фестиваля «Неба России» – это немного грустно. Уставшие, но довольные участники уже испытали те эмоции, которые в будущем году непременно снова приведут их в Рязань. Я здесь в первый раз был в 92-м году, и я не хочу пропускать, мне это нравится. Я люблю Рязань, хотя первый полет, который был здесь в 92-м году, был очень экстремальным. У меня на старте фал управления клапаном был пережег. Ну, тогда еще, понимаете, квалификация была немножко не такая. И вот без этого фала надо было садиться. Я не буду рассказывать, как сил, потому что это страшная история. Но, когда я приехал сюда, Левушка сказал, «О, Аврумыч, тебя остановило забор женской тюрьмы. Если бы я не сумел погасить, ну и чуть позже я бы все у них внутри». В этом году Михаилу Найдорову исполнилось 83 года. Он пилотирует уже ни много ни мало 30 лет. Сразу после рязанских соревнований отправляется в Крым летать над Белой скалой. А в будущем году обещает непременно вернуться, чтобы вновь подняться в рязанское небо. Он уже давно не гонится за победой в чемпионатах. Участие в фестивале для него – образ жизни. А вот те, кто приехал за Кубком России, вели напряженную борьбу. Которое вам спасибо, что вы приехали, что вы нас поддерживаете, что вам здесь нравится, что, извините, за высокое слово славы о рязанской земле немножко поднимается в ваших глазах, правда? Стоит сюда приезжать перед чемпионатом Европы, мира, в Рязани, нормально, подъезжать, да? Немножко потренироваться. В здоровых, в рязанских условиях, но в красивейших местах. Победителем вполне ожидаемо стал Иван Миняйло, представитель Московской области. Рекордсмен мира по продолжительности полета, мастер спорта по воздухоплаванию. Свою победу считает результатом многолетней работы и упорного труда. Удача любит подготовленных, профессионализм. Мастерство можно перефразировать техникой пилотирования. Техника пилотирования – это лишь одна из составляющих. А подготовка, анализ, мыслительный процесс – он большую роль играет. Второе место занял рязанский пилот в третьем поколении – Владимир Ермаков. Несмотря на юный, в сравнении с соперниками возраст, спортсмен показал достойные результаты. Этот сезон, по-моему, очень у меня подготовленный, потому что я успел участвовать в трех соревнованиях. И в целом я готовлюсь к чемпионату мира среди молодежи. Поэтому настрой очень хороший, отличная команда у меня. И поэтому все удалось, а дома и стены помогают, и поля. Технически сложные некоторые задания были, потому что работа с новыми приборами, подготовка к международным соревнованиям. Ну и в целом, да, интересные задания, есть о чем подумать. Были ошибки, вот, можно стремиться к лучшему. Медаль за третье место тоже уехала в Москву вместе с Евгением Чубаровым. Каждый полет – это работа целой команды. Поэтому на торжественной церемонии закрытия награждают не только пилота, но и тех, кто в течение всего фестиваля был рядом с ним. Благодаря слаженным действиям этих людей, оболочка доставляется в нужную точку, поднимается в воздух, а затем собирается вновь. И задача – помогать, поддерживать морально и физически, готовить аэростат к полету и убрать его после полета. Помогу подбирать аэростат, ехать к земле и так далее. Для зрителей, собравшихся в полях, чтобы увидеть фантастическое зрелище, гигантские аэростаты, проплывающие в облаках, фестиваль оставил сказочное впечатление. Понравилось здесь и пилотам. Задача была – отвлечься от рутины. Потому что целый год, получается, я не участвовал в соревнованиях. Вот получилось и посоревноваться, и развеяться, хорошо провести время. Несмотря на укороченный вариант фестиваля, всего пять дней, и не самое большое количество собравшихся участников, времена все-таки непростые, следующего неба России будем ждать с нетерпением, чтобы снова погрузиться в мир воздухоплавания. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Андрей Тюрников, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова